Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова хорошо описывают картину сегодняшнего события в техническом лицее. Здесь реализуется большой патриотический проект, который призван воспитывать в подрастающем поколении чувство ответственности, патриотизма, любви к своей родине. На стендах, установленных на территории Обнинского техлицея, увековечена история о главных событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в фотографиях, лицах, орденах. Сегодня мы присутствуем на очень знаменательном для нашей школы мероприятии. Мы открываем аллею. Великая победа, гордость поколений и лица героев. Мы помним, гордимся и чтим наших солдат. Второй проект – лица героев. Теперь на фасаде общеобразовательного заведения установлены портреты выпускников лицея, погибших в горячих точках и при исполнении воинского долга в рамках специальной военной операции на Украине. Этот проект объединил учителей, родителей, а самое главное – самих ребят. Их включенность, вовлеченность в этот процесс дает нам уверенность, что теперь они передадут своим детям и внукам традиции сохранения священной памяти событий Великой Отечественной войны. Школа – это одна большая семья. Я не случайно к вам обратилась. Правнуки победителей. Я обращаюсь к вам, обучающимся технического лицея, тем, кто сделал одними из первых большой шаг к сохранению исторической памяти. Тот опыт, который сегодня вы привносите в город Обнинск, будет распространен, я уверена, на все другие образовательные учреждения. Особыми гостями стали родители героев, отдавших своей жизни за мирное небо над головой. Юрий Черкасов – выпускник техлицея Наукограда. Погиб при исполнении воинского долга в Чечне. Роман Дворецкий, Юрий Сметанин и Андрей Олиференко – герои сегодняшнего времени. Они погибли в ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине. Каждый посмертно награжден Орденом Мужества. Реализация таких патриотических проектов позволяет объединить и учителей, и родителей, и школьников, и представителей общественности. Ведь память о прошлом, ее сохранение – это общее дело сегодня. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.